Всем привет! Это видео для конкурса от Купи Ребенку ТВ на тему питомец для куклы. Нужно было шить питомца для куколки из Эварафтер Хай или Монстр Хай. Я сшила питомца для куколки из Монстр Хай Дракулауру. Сейчас я вам о нем расскажу. Это котик-вампирчик. Он розовый и двухсторонний. Лицевая сторона у него розовая с принтом, а задняя у него просто нежно-розовая. Хвостик у него как на задней стороне нежно-розовый, а на задней стороне хвостик у него так же, как и на лицевой. У этого котика два глазика. Один белый, а другой красный. Так же у него разные такие реснички. У него, как обычно, как у котов, два ушка. Белые клыки. Черный ротик темный. И этот котик чем-то напоминает летучую мышь. Как я сшила своего питомца? Как я его создавала? Все было очень просто. Как рассказывала Юля. Делаем эскиз, сшиваем ткани, набиваем. Я использовала шов через край, чтобы сшивать две детали. А когда я набивала, прежде чем набить хвостик, я сшивала швом через строчку. Мне никто не помогал, я делала питомца сама. Трудностей у меня не возникало. Никаких. То есть мне было его легко сшить во все свое удовольствие. Этот питомец такой забавный, и он очень мягкий. Даже на нем можно спать. Дракулаури. Он может послужить ей кроватью, потому что этот питомец очень большой. Давайте пока оставим нашего питомца. Пусть он у нас поваляется на подушках. А сейчас я вам расскажу об анкете для этого питомца. Анкету я сделала очень необычной. Она как вот такая вот книжечка. Посмотрите внимательно. Здесь у нас клычки и потеки. Разные узоры. Давайте раскроем нашу анкету. И все в стиле Дракулауры. Розовые и черные, паутины, пауки, сердечки, потеки. Сейчас я вам прочитаю. Итак. Имя. Вампирчик. Сущность. Кот-вампир. Возраст. Ноль лет. В этом его особенность. По времени его как бы не существует. Но он есть, он живет, питается, дышит. Ему ноль лет, ноль секунд, ноль минут, ноль миллисекунд. Любимое занятие. Смешить хозяйку. Это же кот-весельчак. Он любит очень смешить свою хозяйку. Как он ее только не веселит. То надевает носки на голову. То бегает по всей комнате. Том мяукает так забавно. В общем, Дракулаура очень смеется. Любимая еда. Монстра капуста. Наш котик-вампирчик, он вегетарианец. Так же, как Дракулаура. И поэтому он питается только овощами. И вот мечта. Она как бы закреплена клычками. Вот. Здесь клычки. Она закреплена клычками. Вот они. И какая же у него мечта? Быть и оставаться лучшим другом Дракулаура. И слово быть, оно как бы таким потеком выделено. На этой стороне написана вся анкета. А на этой уже записана страница из дневника самого питомца. И страница... Ну, не страница, а как бы цитата из дневника самой Дракулауры. Итак, давайте почитаем. Цитата из дневника питомца. Люблю смешить Дракулауру. Когда ей грустно, она сразу обращается ко мне. Как я ее только не смешил. То носки на голову одевал, то передразнивал троллей. Троллей это отрицательный герой мультика. И бывает она обижает Дракулауру. Второе. Это цитата из дневника самой хозяйки питомца. Я обожаю своего питомца. Он такой забавный. Даже в цирк можно не ходить. Конечно, он очень смешной. И Дракулаура любит собирать своих подружек, чтобы они посмотрели на питомца, повеселились вместе с ним. А теперь я вам расскажу, как я оформила эту анкету. Как вы заметили, здесь очень много паутины. И вот эти вот названия, имя, сущность, возраст, любимое занятие, любимая еда, мечта, они выделены такими уголками. А здесь везде паутина. Паутина, она не точно как нарисована, она совершенно разнообразная. Как вот этой паутины, да вот такой. А здесь внизу разные узоры. Здесь же есть ответы, да, на вопросы, анкеты. Например, те, которые написаны черным фломастером, под ним нарисованы летучие мыши. Принт летучих мышей, которые повернулись вниз головой. А под, где написано розовым фломастером, там уже такие розовенькие потеки. Вот, вы их замечаете. Тут также под цитатами дневника каждая есть такие потеки. Нарисовано тут очень много всего. Все в стиле Дракулауры, повторяю еще раз. Здесь паутины, клычки, сердечки. Сердечки даже есть, которые улыбаются, потому что котик же, он смешит к хозяйку. Смайлики. И паучки. Здесь все разнообразное, и все в стиле Дракулауры. Сестра моя, она не давала идеи, а я уже изготавливаю. И моя маленькая сестренка, любимая, она вот что придумала. Эта анкета, как бы такая идея, если мы разложим, то даже очень похоже на крылья. Ведь он же чем-то напоминает нам и летучую мышку. Поэтому даже такие у него крылышки, и он может летать. Крылышки у него очень большие, и даже больше его самого. Но это же монстрик, это необычайные, и он может прилететь с другой планеты, Дракулаури. Поэтому он такой разнообразный. Всем пока. Это видео для конкурса «Откупи ребенка ТВ». Желаю всем удачи. Вы тоже участвуете в конкурсе. Конкурс интересный, креативный. С вами была Алина. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok